Всем добрый вечер! Это уже вторая серия из цикла Какую колоду купить новичку? Чтобы в ней не запутаться, чтобы она стала помощником Сейчас мы поговорим о колоде Колдовское Таро У меня она в такой вот коробочке от чая хранится симпатично Люблю я такие железные книжечки, коробочки Скажу, что я именно с этой колодой не работала достаточно долго Потому что одна карта у меня потерялась И каково же мое было удивление Что карта от этой колоды оказалась вложена в карты Тайны Таро Которые я уже сняла сегодня в видео Кто не видел, заходите, посмотрите Напишите, что вы думаете Ссылочку я оставлю под видео И сейчас мы поговорим о колдовском Таро Название более такое вот грубое, чем Тайны Таро Тайны Таро более красиво перевели Хотя изначально называлось оно Таро заклинателей, колдунов и так далее Именно Тайны Таро Ну а мы сегодня говорим о русалочей колоде Я ее называю русалочей, там много русалок, там много вообще стихий, элементов К ней идет вот такая потрясающая книжка Книжка мне и нравится, и не нравится Об этом я тоже скажу Значит, в принципе Колдовское Таро, оно очень В принципе классический райдер Но он красивый Эту колоду полюбили многие, многие, многие на YouTube Гадалки, торологи, эзотерики На нее сейчас спрос поднялся Ее немножечко сложнее купить Хотя уже реплики на нее стали делать без проблем Что могу сказать про эту колоду Качество чуть лучше, пожалуй, чем Таро Заклинатели или Таро Тайны Таро Цветопередача более спокойная Не такая контрастная, не такая темная Если, например, мы сравниваем Таро Заклинатели Ну посмотрите сами, да Вот насколько по цветопередаче это более спокойная От такой цветопередачи будут меньше уставать глаза Это в первую очередь Хотя колода не без изюма, потому что в ней есть свои особенности Давайте разбираться, какие же есть особенности Тут идет работа со стихиями Соответственно, русалки с огромнейшими хвостами И другие элементы стихий Какие же карты меня несколько удивили Не могу сказать, что в плохом смысле или в хорошем Но удивили, да, вот нестандартные Которые вот выбиваются из основы своей Например, вот такая пятерка мечей Получается, на стрекозу нападают вот такие вот эльфы Посмотрите То есть для меня это очень странно Вот такая здесь пятерка мечей То есть нападают на насекомое Для меня стрекоза это беззаботность Это какая-то легкость И получается вот этой легкости, беззаботности Получается, вас избавляют эти примилые существа Которые в принципе сами тоже с такими же крыльями Но они ее будут убивать То есть жестокая карта И вот мне в ней чего-то не хватает Лично мне То есть кто-то выживает одного Вот, например, группа людей Против кого дружат Вот они дружат против этого насекомого Следующая карта Девятка мечей Ну, настолько вот какая-то развязная позиция Настолько она свободно лежит Она отдыхает, да Я не вижу здесь кошмара Я не вижу здесь вот мучения Я вижу, что она пришла с ночного клуба, с дискотеки И легла отдыхать Все Одна нога стоит на кровати На земле получается Одна на кровати Вы видите эту позу То есть, ну, очень вот такая театральная фэшн-поза В которых можно фотографироваться То есть она изображает из себя больную Она изображает из себя ту, которая много-много переживает Вот знаете, Девятка мечей Это переживание, это кошмар Это человек весь-весь такой беспокойный-беспокойный А тут вот ощущение, что она вот что-то вот пытается из себя выдавить Какую-то эмоцию Плюс здесь убывающая луна Соответственно Это тоже добавляет того, что не будет ничего плохого Не будет, хотя это негативная карта Девятка мечей Плюс тут нет никаких, естественно, отсылок к церковщине Потому что здесь стихийная колода Ну и колдовской оторот То есть, видите, здесь нет ничего Ни витражей церковных Ничего такого здесь не найдете Ну, на этой карте конкретно Четверка кубков К ребенку Лезет русалка, да То есть такие выдуманные друзья А-ля Карсон и прочие Карлсон Карлсон, да В общем Вот эта карта мне не сильно нравится Как вот вмешательство каких-то посторонних, потусторонних сил Хотя по четверке кубков Человек должен быть один Должен настрадаться В своих каких-то размышлениях Закрытая поза Вот это правильно Что вот так он сидит И в целом найти выход, да Вот Ну, по сути Вот эмоция этого, да Это контакт с окружающими людьми Он не видит того, что здесь есть Он погружен в себя Что есть вот этот небольшой водопад, да То есть есть возможность вливаться и в общество И быть принятым обществом То есть здесь по карте он получит совет Какой-то инсайт Какую-то идею от русалки Я эту карту увидела так Хотя русалки это всегда были искушениями для молодых мужчин И это Ива опять же Ива считается негативное в основном дерево в магии И для негативных работ всевозможных На тоску и на прочее Ну, мы сегодня говорим не об этом Не будем распыляться В общем, тоже не самая лучшая карта Но необычная Зеленый человек на карте мир В окружении и человека, и животных Ну, как вам сказать Но она подходит по концепции И я понимаю, что зеленый человек нормально вписывается Но все-таки мне не хватает чего-то другого Карта глупец Тут такая оболонка, которую нужно саму защищать От промечивых поступков Никого она не защищает Никого она не тянет призадуматься Она лежит себе и позирует для Инстаграм Вот эта баллоночка Понимаете? То есть, ну, реально классная Классная Вот именно как фото даже То есть, карта я вот Больше вот как Какое-то позирование Он позирует шут Вот обратите внимание Он весь такой вот Шут из Инстаграм Вот почему-то у меня Вот он даже эту палочку так держит Как для фотосессии Ну и собачка такая же Теневая сторона Но мне нравится, что здесь вот так это выглядит Мне нравится, что люди увидели по сути свою тень Да, здесь внутри прорисован скелет устрашающий Ну, на самом-то деле тут не пугают дьяволом Да, потому что, в принципе, рога, ты бог, это все нормально В концепции язычества и стихийной магии Тут человек сам себе враг Потому что самое большое зло мы можем сделать себе сами Безусловно На шестерке мечей мне не очень понравился вот такой прикол Человек без никого плывет Он думает о себе сам Он не перевозит никакую женщину Он не перевозит никакого ребенка Он плывет сам Ну и, собственно, гребет Кстати, на Тайнах Таро тоже детей нет Мне вообще показалось, что это колода такая Ну, не child-free, нет Потому что на солнце дети встречаются Но все-таки вот как-то они стараются вот так Ну и десятка мечей Мне очень не нравится, как чисто вот технически сделан калаш Вот эта сова с деревом Но совершенно не в тему Вот как будто бы с мультика ее взяли и прилепили Тут именно отсылка к тому, что плохо скомпонована карта Некрасиво Вот посмотрите, эта сова, она чужеродная с деревом Я обожаю сов, вы знаете Я обожаю и мультяшные колоды Но здесь получился винегрет То есть явно дорисовано не в тему вот этот кусок Сова и дерево Явно его не должно было здесь быть И было бы все замечательно Теперь мы поговорим об остальных картах Остальные карты в этой колоде мне нравятся Они сочные, они информативные Они дают максимум того, что вообще может дать колода За такие смешные деньги Достаточно интересная рубашка Подобная рубашка уже встречается, если я не ошибаюсь Второй теней в томе 1 или 2 По-моему, да Надо уточнить момент Но вроде бы там тоже подобная в таком стиле рубашка Языческая Тут 3 стадии луны Убывающая, растущая и полнолуния Соответственно, растущая слева Полнолуния и убывающая справа В общем, мне эта колода нравится И вот посмотрите, как интересно На четверке мечей То есть вроде бы четверка мечей И при этом у нее в руках веточки И по сути веточек у нее там тоже В принципе, может быть и 4 То есть такие здесь нюансы Она более сложная колода Более интересная Но она все равно в рамках Концепции, в рамках структуры Тут и ирисы есть, которые должны быть у умеренности При этом ирисы разных оттенков То есть вроде бы как высокодуховное все Фиолетовые ирисы Но при этом один ирис желтый Который говорит совершенно о другом То есть все вот такими вот нюансами Нюансами вот я люблю Вот когда есть какие-то вот оттенки Мне это очень нравится Тут и кошка У жрицы присутствует Которую она явно позаимствовала У королевы жезлов Вот Ну то есть есть вот такие вот нюансы Очень интересно Теперь поговорим по поводу книги Если вы не против Книга мне категорически и нравится И не нравится Зачем не нравится? Зачем мне или вам и нам Такие огромные картинки? Эта половина книги ушла на вот эти картищи Огромнейшие, черно-белые Лучше бы были маленькие, цветные Аккуратненькие Ну зачем? Ну мне не надо Тем более это все всегда удорожает Что я хочу вам по поводу Рассказать в этой книге? Что мне в ней понравилось? Вот если Иоланта ее хочет использовать А мне Моя подписчица Иоланта Спрашивает Стоит ли для новичка С этой колодой разбираться То я скажу Что можно Мне нравится Что здесь есть символы Карторо Да, небольшой совсем словарь Небольшой Что такое броня? Что такое бабочки? Где встречаются? Для чего нужен витраж, например? Водопады и так далее То есть вот какие-то такие Наводящие слова Символы Мне это очень нравится Что еще по поводу магии? Ну я считаю так Что магически работать с картами Таро Можно тогда Когда вы хорошо наработали Семантическую сторону Но это вот мое такое Общее мнение Хотя вот на моем опыте Я на рунах гадаю редко А магически на рунах Делаю То, что мне нужно То есть по сути Вот у меня вот так То есть противоречие Вот такое есть Пробуйте Тут достаточно неплохие обряды Тут рассказывается о сигнификаторах Как выбрать Если вы приземленный Практично добродушный Пентакливый Хотя я не насчитаю Что пентакли добродушные Нет Если вы Спыльчивый Страстный Общительный Жезл Согласна Интеллектуально развитый Островный Воздух Согласна То есть в принципе Как выбрать Сигнификатор Очень хорошо И какие ключевые слова Каждой карте Есть Тоже это хорошо И по поводу Магии Да Вот что по поводу Магии В личной магии Медитации Вот пожалуйста Призыв пажей Для вдохновения И воодушевления И в принципе Пажи Они могут и омолаживать Потому что они молодые Сами по себе Да Как говорится С кем поведешься Так тебе и надо Единственное Пажи могут добавить Какую-то такую вот Актины Что вам придется Постоянно везде Еще больше Больше ходить Больше бывать Больше вот Хлопот Вот этих вот Ну пажи Одним словом Магические заклинания Основные наставления Тут еще призыв рыцарей Королевка Королей есть Ну Королей Королев Это уже смотрите сами Для расширения Познания магии Вот неплохо Причем не так Что вот Упала в клюв Само Нет Они какими картами Делают заклинания Для расширения Познания магии Тройка пентаклей Восьмерка пентаклей То есть чтобы человек И маг соответственно То есть чтобы человек Сам нарабатывал За счет практики Не ленился Вот это хорошо Я вот этот обряд Не делала С магом Тройкой пентаклей Восьмеркой пентаклей Я не могу ничего сказать Но мне нравится идея того Что человека хотят Включить в то Чтобы он работал Во-первых на поток Чтобы он не ленился Чтобы он трудился И чтобы самое главное Был материальный результат Это очень важно Для создания Сильного дружного коллектива Девятка кубков Тройка кубков Четверка жезлов В принципе неплохо Четверка жезлов Тройка кубков Девятка кубков Главное чтобы они Много не пьянствовали Потому что если вы Много кубков будете давать И не уравновесите Умеренностью Про умеренность тут ни слова То такой коллектив Может человека довести До ручки очень быстро Заклинания Таро для богатства Туз пентаклей Король пентаклей Шестерка жезлов Ну в принципе Для богатства Шестерка жезлов Бедновато Король пентаклей Если для богатства Ставит женщина У него может появиться Такой мужчина Но туза пентаклей Тоже маловато По заклинаниям Неплохие Тут вот они Как аффирмации Тут я не вижу Ничего такого опасного А кстати А что они для защиты Вот для защиты Хорошо Девятка жезлов Согласна Луна Нет Для защиты Луну я бы Не применяла бы Колесница Ну колесницу Это да Это лидерские способности Они пишут Но это не защита По карте колесница Нет Вот девятка жезлов Хорошо Из старших арканов Защиту может давать Жрец и жрица Вот я считаю Так Вечно я считаю так Но это не единственные Карты Которые могут Давать защиту И безусловно Каждый обряд Из этой книги Нужно под себя Подтягивать Можно спрашивать Саму колоду Какие карты добавить Можно В каких-то Других книгах Я кстати Скоро сделаю Видео о том Какие книги По магии Таро Я использую Что мне нравится Что не нравится Подписывайтесь На канал Пишите ваши комментарии Работаете ли вы С этой колодой Использовали ли вы Обряды Из колдовского Таро И хотите ли вы Еще такой формат Видео Или вам больше Нравится смотреть Руки Увидимся очень скоро Всем хороших Выходных Всем пока